Автодрова вовсе не ругательство. Оригинальная находка сибирских автомобилистов, которую придумали, как сэкономить на горючем. Умельцы создали машину, которая работает на шишках, ветках, ну и собственно на дровах. За основу взяли идеи прошлого, но и немного усовершенствовали. Репортаж Антона Пономарева. Когда на дровах ездишь, обороты нужно побольше, чтобы было не меньше полутора тысяч, чтобы качественно ехать. Вся округа дровами топит печи, а они заправляют свою ниву и ездят на ней то в лес, то по дрова, то еще по каким деревенским делам. Ну вот, настало время до заправки. Открываем крышку бензобака. Дровобак. Дровобак – это топка газогенератора, того самого странного вида прицепа позади машины. Внутри установки медленно, мало кислорода, горит древесина, постепенно превращаясь в уголь. Образующийся при этом густой дым с неприятным запахом – горючая смесь угарного газа и водорода. Но после фильтров очистки это уже готовое топливо – бензинозаменитель. Его и направляют сразу в двигатель. Мы подобрали момент соотношения газа-воздуха и подали просто в штатный фильтр двигателя. Бензобак автомобиля может быть даже пустым, но двигатель внутреннего сгорания все равно заведется и будет работать в обычном режиме. Заправлять газогенератор можно дровами, опилками, соломой или даже шишками. Главное преимущество – не надо тратиться на бензин, если он дорожает или если его просто нет. 30 килограмм дров – это расходится где-то на 100-120 километров. Купил 6 тонн дров за 700 рублей. То если перевести на бензин, то это 2 тонны бензина он купил за 700 рублей. Реальная экономия? Ну почти там 60 тысяч примерно. Так называемые газгены – машины, работающие на угле, древесине или торфе – появились еще в позапрошлом веке. Во время Второй мировой их использовала и немецкая армия, и советская. Экономили топливо для боевых машин. Газогенератор на ЗИСе – это легковой автомобиль в послевоенном Берлине. Или трактор – тоже немецкий, фото 49-го года. Неожиданный спрос на подобные авто появился и сегодня. Разработку омских механиков многие просят продать. Ладно, это мы здесь живем, рядом у нас заправки и все есть. А есть же поселки, которые запечатаны, которые ездят за бензином. Лес рядом, все за бензином, черт знает куда ездишь. Набрали дровишек, насушили, сел и поехал. Да хоть куда. Сибирские морозы газогенератору не страшны. Топить и вырабатывать топливо будет в любую погоду. Он и замерзший двигатель, если нужно, сможет отогреть и запустить. Главное, чтобы внутри было хорошее масло. Замены ему до сих пор не придумали. Антон Пономарев, Евгений Борусский, Нинаежба, Первый канал.